Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как научиться подтягиваться с самого нуля, когда человек вообще не умеет подтягиваться. Для начала нужно сказать, что в подтягиваниях участвует определенный спектр мышц. Для того, чтобы научиться подтягиваться, логично их накачать. Но просто качать эти мышцы не особо правильно. Вам придется также делать всякие подводящие упражнения, которые поспособствуют вашему последующему подтягиванию на турнике. Для начала разберем, какие мышцы участвуют при подтягивании, для того, чтобы вы могли потом их накачать и у вас не было никаких проблем. Во-первых, самую основную функцию при подтягиваниях играют широчайшие мышцы. Они находятся вот здесь. Это мышцы спины, самая крупная мышца спины. И именно она тянет наше тело вверх. Именно подтягиваниями мы качаем нашу спину. Вторая мышца, которая участвует в подтягиваниях, это дельты. Это плечи. Передняя дельта и средняя дельта. Они также получают определенную нагрузку при подтягивании. Третья мышца при подтягиваниях участвует – это пресс. Пресс очень важно накачать тоже для того, чтобы ваши подтягивания были эффективные. Весь вот этот кор, он помогает вам держать ваше тело в равновесии. То есть вы напрягаете пресс и тогда подтягиваетесь. И ваше тело тогда болтаться не будет. Это одна из самых важных мышц при подтягиваниях. И четвертая мышца, которая играет тоже определенную свою роль при подтягиваниях – это бицепс. Бицепс тоже участвует в подтягивании. Когда мы подтягиваемся, то бицепс определенно тоже качается, как качается и спина. Для того, чтобы бицепс участвовал в подтягиваниях не так сильно, рекомендуется выгнуть спину вот таким вот образом. И тогда будут участвовать в большинстве случаев, конечно же, широчайшие мышцы. Потому что если мы просто будем висеть, то мы будем тянуть нашим бицепсом только. А нам нужно качать именно спину. Поэтому немного выгибаем спину и тянем, и именно чувствуем нашими широчайшими мышцами. Ну вот, друзья, мы назвали все мышцы, которые участвуют как-никак при подтягиваниях. Их нужно накачать, и тогда вам гораздо легче будет подтянуться. Теперь переходим к подводящим упражнениям, которые помогут вам выполнять подтягивания. Первое упражнение, которое я могу посоветовать, это повесить низкий турник такой, чтобы вы могли подтягиваться, опираясь своими пятками о пол. Тогда будет, конечно, легче подтягиваться. И так вы научитесь подтягиваться гораздо быстрее. Если же у вас нет возможности повесить низкий турник, то тогда вы подставляете под ноги какую-нибудь табуретку, чтобы ваши пальцы ног просто могли бы немножко вам помогать подтягиваться. Второй хороший метод – это негативные подтягивания. Кто не знает, что такое негативные подтягивания, это такая штука, когда вы прыгаете на перекладину, и у вас руки остаются согнутыми. Ваш подбородок уже за перекладиной, и вы уже с этого положения начинаете опускаться потихонечку вниз. Вот это называется негативные подтягивания. То есть вы проходите вот эту фазу, вы ее не делаете, а вы сразу же делаете фазу разгибания. Это тоже один из методов, который помогает научиться подтягиваться. Третий метод, немножко похож на второй метод, называется уже удержание веса с согнутыми руками. Вы повисаете, накидываете на себя какой-нибудь портфель, там с небольшим весом, килограмм пять, ну кто сколько выдержит, десять, и с согнутыми руками, либо так, зависит от того, как вы хотите научиться подтягиваться, вот так, либо так, с согнутыми руками висите просто и пытаетесь удержать вес как можно дольше, а потом просто потихонечку разгибаете руки. Ну или вот так, да, делаете. Если хотите больше бицепс качать, то надо вот такие подтягивания делать. Если хотите больше спину качать, то нужно делать вот такие подтягивания, прямым хватом, а на бицепс обратный. Могу сказать, что самое важное в этом деле это терпение, потому что с терпением приходит все. Нужно тренироваться, добиваться. У всех получается, и у вас получится тоже научиться подтягиваться, неважно, в каком возрасте вы есть сейчас. Вот, друзья, желаю вам удачи. Подтягивайтесь, тренируйтесь, эти советы вам определенно помогут. А так, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, покажите видео своим друзьям. Пока!